В общем, сегодня у нас доклад Анвара. Анвар, понятно, нам расскажет, что такое механизм внимания и трансформеры. Огромное спасибо, Анвар, что согласился у нас рассказать. Начинай. Да, ребят, всем привет. Меня можно будет более-менее в любой момент прерывать, спрашивать, если что непонятно. Доклад рассчитан на аудиторию, которая совсем не знакома с этими теншинами, трансформерами и прочим, но просто хотят понять, в чем же там идея. Оказывается, что идеи там за всеми этими алгоритмами стоят очень простые. Мотивация там очень понятна. Я поэтому постараюсь максимально понятно рассказать, поэтому если в какой-то момент вы потеряетесь, то скажите. Ну и начать надо действительно с самой базовой такой штуки. Это вспомнить, как вообще умножаются вектора на матрице и как можно вектора на матрице умножать. Я знаю, в принципе, два способа умножения векторов на матрице. Это слева и справа. Слева если мы умножаем вот этот вектор-столбец V на матрицу X, ну как-то у нас векторочки есть, да, там транспонировали его, там 1 на n. Мы можем умножить его на x. Какая-то матрица n на n. А можем умножить справа. Ну, соответственно, практически все то же самое, только с другой стороны. Теперь у меня вот такой вопрос есть. А в чем разница с точки зрения матрицы X при умножении на вектор слева и при умножении справа? На что мы действуем, когда умножаем матрицу X слева на какой-то вектор и когда умножаем справа? Когда умножаем слева на строки, когда справа на столбцы. Да, верно, верно. Значит, когда мы умножаем матрицу X на вектор слева, мы действуем на строки. Так, кто-то там шумит. В этом случае мы действуем на строки матрице X. Действуем на строки. Что значит, что мы действуем на строки? Это значит, что мы берем вот этот вектор V и умножаем на какой-то столбец матрицы X. То есть мы берем какую-то линейную комбинацию строк матрицы X. Вот у нас вот эти вот строчки. Линейная комбинация строк. А если мы справа умножаем, мы берем линейную комбинацию столбцов. То есть мы берем какую-то строку матрицы X, умножаем ее на столбец, подходящего размера, разумеется. Получается, что у нас линейная комбинация строк. То есть мы просто эти числа с какими-то коэффициентами сложили. Вот и вся разница. То есть если слева умножаем строки, комбинируем матрицы X. Если справа умножаем, столбцы комбинируем. Ну хорошо. Ну и на самом деле вот этого знания нам, по идее, должно быть достаточно. Все с этим согласны? Ни у кого нет сомнений на эту тему? Ну будем считать, что ни у кого. Хорошо. Тогда второе, что нам потребуется, это линейная модель. Ну более-менее, наверное, все с ней знакомы. То есть Y равно X умножить на векторочек W плюс какой-то шум. Ну и предположение такое, что этот шум, значит, распределен нормально с нулевым средним и единичной дисперсией. Вот это, значит, такой IID нормальный шум. И здесь второе важное предположение, что наши наблюдения в этой выборке, они независимые и одинаково распределенные. Ну, собственно, независимые и одинаково распределенные, а не потому, что мы вот этот шум добавили. Потому что, ну вот этот шум, он как раз случайно с нами относится. Да, я забыл сказать определенный дисклеймер, что я, естественно, буду делать некоторые упрощения в своем рассказе. Вот. Немножко срезать некоторые углы, которые, на мой взгляд, не являются существенными для понимания. Но, надеюсь, это никак не исказит как бы суть того, того, чего я говорю. Вот. Хорошо. Ну, нас сегодня будет интересовать вот это слово independent. То есть, вот что значит independent и всегда ли нам нравится, что наши наблюдения, они independent. Вот. Ну, пока что, на это тоже более-менее все понятно, да. Хорошо. Вот пример номер один. Пример такой. Мы решаем задачу, вполне стандартную себе задачу, крикнув с полем. То есть, мы даже в упрощенном виде решаем. Вот это наш x, да, n на m. Это наш y, n на 1, да. И что мы хотим сделать? Мы хотим найти такой вектор w, который бы нам оптимальный y приблизил. Вроде бы понятная задача успешно решается. Поскольку у нас m, если у нас m велико, да, то есть, если m большое, тогда даже можно это с помощью линейных моделей. Сейчас, конечно, они с помощью линейных моделей не решают, ну или почти никто, да. Все там что-то другое используют, но когда-то не так давно решают. Хорошо. Тогда я задаю вам вопрос. Да, у нас что здесь важно? Что у нас линейная модель, у нас предсказание класса для каждого наблюдения, оно зависит только от признаков этого наблюдения. И больше ни от чего. Почему? Потому что мы умножаем матрицу на вектор справа. Раз умножаем справа, значит, действуем на столбцы. Взяли наблюдение, сложили его признаки с какими-то весами, получили предсказание. Теперь вопрос. А что если Алиса и Олег, они муж и жена? Ну, жена им. Что в таком случае? Саша, что в таком случае? Что думаешь? Не, ну, они коррелированы и, соответственно, выдают или не выдают. Нет, все они коррелированы. Там у них есть какие-то признаки. Одного одно образование, другого другое образование. Может быть, разный возраст. Пол у них, скорее всего, разный. Местная работа разная. Все равно, как бы, их кредитоспособность давать им или не давать кредит, она, можно сказать, одинаковая. Мы бы хотели, наверное, чтобы если у нас есть какая-то связь между наблюдениями, в данном случае между Алисой и Олегом, мы хотели бы это знание в каком-то виде привнести в модель. Но сейчас мы никак этого сделать не можем, потому что, ну, у нас есть эта таблица X, да, у нас есть этот, предположим, мы уже как-то обучили модель. Вот у нас есть этот вектор V. И мы знание о том, что вот эти два наблюдения, они как-то связаны между собой. Ну, как мы можем привнести? Да никак. Ну, можем как-то попробовать признаки добавить, но это серьезно. То есть, что делать? То есть, наверное, тот факт, что Алиса… Ну, вот мы видим, что ни Марусе, ни Олегу мы кредит не дали, да, вот Алисе дали. Но, наверное, тот факт, что Олег, муж Алисы, он как-то должен положительно повлиять на то, выдавать ему кредит или нет. Ну, наверное, так, просто из общих предположений. А пока что в нашей модели это никак не учится. Ну, хорошо. Ну, пока что запомним это, отложим в стороночку и второй пример. Может быть, такой, так сказать, более очевидный. Значит, вот пример 2 – это предсказание части речи. Вот у нас есть текст какой-то, да, «Однажды, в студенную зимнюю пору», ну и так далее. И наша задача в данном случае – это предсказать для каждого слова, какая эта часть речи. Ну, для этого слова, для этого слова, для этого, ну, просто для каждого слова. Ну, и, соответственно, что мы делаем? Ну, понятно, что мы берем там какое-то векторное представление для каждого слова. Ну, какой-то имбединг размерности 512. Ну, получить этот имбединг можно миллионам разных способов. Ну, наверное, самый простой способ – это взять ванхот-эмподинг этих слов, да, взять все слова в русском языке, ванхот-эмподинг, получить здоровенный вектор размерности, там, не знаю, ну, не знаю, там, скажем, 10 тысяч самых частотных взять. Значит, получить 10 тысяч на 10 тысяч матрицу, да, и умножить ее на какую-нибудь матрицу размерности 10 тысяч на 512. Ну, и в результате мы получим х с волной размерности 10 тысяч на 512. И вот это наш имбединг слов. Слов у нас всего 10 тысяч самых частотных, и вот размерность этого векторного представления будет 512. Ну, а дальше, когда мы будем конкретное предложение собирать, у нас уже первая размерность х будет какая-то другая, да, но вот этот 512 у нас уже есть. Ну, и, соответственно, будем опять-таки х на v равно х. Но здесь есть загвоздочка. Более-менее очевидно, что если вы в предложении встречаете последовательность каких-то частей речи, да, ну, там, условно, два прилагательных подряд встретили, вот как здесь, да, вероятность того, что следующее слово будет глаголом, отличается от вероятности того, что следующее слово будет существительным. Понятно, что я сказал? То есть, если мы здесь вот видим два подряд прилагательных, мы можем просто взять из корпуса текста русского языка, вытащить частоты, там, встречаемости, вот, как часто встречается глагол после двух прилагательных, да, и получим там какой-то х процент. А как часто встречается существительное после двух прилагательных, получим какой-то х процент. Да, и вот эти два числа, они неравны. То есть, в зависимости от того, ну, и то же самое можно, естественно, сделать со словами после, да, то есть, если у вас есть там, если у вас подряд идет два прилагательных, то вероятность того, что перед ними было существительное, отличается от вероятности того, что перед ними был глагол. Понятно, что я говорю? Что я имею в виду, Саша? Ну, в принципе, понятно, да. Окей, ну, то есть, там, ну, то есть, это просто можно чистоту посчитать, да, никаких здесь, ничего такого нет. А опять-таки, в нашей модели линейной мы это никак не учитываем. У нас все предсказания происходят независимо, да. То есть, у нас есть наш x, наше v, взяли какую-то строчку из этой матрицы x, соответствующую, например, слову зимнюю, да, вот взяли эту строчку, умножили на вектор столбец w и получили число какое-то, да. Ну, там как-то отнормировали, это неважно, в общем, какую-то часть стречи, какой-то класс стречи. И это предсказание, оно никак не зависит ни от того, что было до слова зимнее, да, ни от этого не зависит, ни от студеного, ни от того, какая часть стречи была у слова пора, ни от того, какая часть стречи была у слова однажды. Мы просто их взяли, выбросили и забыли. И опять-таки та же самая история, что и с Алисом, коллегом, кто там был, и с Марусей. Мы бы все-таки хотели это как-то исправить. Как-то бы мы хотели изменить, чтобы учитывать не только признаки конкретного наблюдения, но может быть и какой-то контекст, в смысле, может быть, как-то при предсказании конкретного наблюдения учитывать другие наблюдения. То есть у нас стоит такой вопрос, а как вам, собственно, добавить связь между наблюдениями в линейную модель? У нас есть линейная модель. Вот как нам добавить связь теперь не между строками, между строками это наш индуктивный проект нашей линейной модели, а между столбцами? В смысле, не между столбцами, а между строками. В линейной модели мы берем линейную комбинацию столбцов, чтобы получить предсказание. А теперь мы хотим еще настройки посмотреть. Удалось ли мне убедить, что у нас действительно есть острая необходимость и желание смотреть еще и настройки при предсказании значения какой-то конкретной строки? Да, удалось. Удалось. Хорошо, удалось, да. Вопрос. Какая строка предложения? Чего? Строка, она какой длины? Строка предложения? Я просто чуть-чуть просто упустил. Какая строка? Про которую сейчас речь идет. И про проекцию про эти, это что? Не, ну смотри, если ты опаздываешь и начинаешь задавать вопросы, то это нехорошо, потому что мне приходится повторять то, что я ребятам уже сказал. Не, здесь строка – это одно наблюдение. Строка – одно слово. Это просто матрица X. Просто объекты на признаки. Объекты на признаки. Это могут быть слова в этом слове, да, это могут быть кредитный скоринг, тогда одно наблюдение – это один человек. Теперь хочу добавить связи между наблюдением и линейной моделью. Как это сделать? Я не хочу X модифицировать, я хочу модель поменять. Что-то с ней сделать. Что мне такого с ней сделать? Кто-то уже что-то говорил, произносил какой-то ответ, похожий на правду. Не знаю, что матрицу добавить. Еще матрицу добавить. А как? Вот сейчас я при умножении X на вектор W, я при том, когда я делаю для этого наблюдения в серединке, я смотрю только вот сюда. И получаю число какое-то. А как мне теперь взять не просто… Вот здесь я беру, то есть я беру что? Я беру линейную комбинацию столбцов матрицы X. А я хочу еще смотреть на… То есть я беру линейную комбинацию признаков. А я хочу, чтобы у меня была еще какая-то комбинация наблюдений. Ну, в самом простом случае, пусть у меня будет какая-то линейная комбинация наблюдений. Я думаю, есть различные модели, которые, например, mixed effect models, где ты можешь разбить на несколько групп. Ну, это, смотри, действительно, есть такие модели. Это можно добиваться какими-нибудь регуляризаторами. Это можно разными делами. Я вот сейчас говорю, я же не случайно начал вот с этого примера. У меня не случайно первый слайд был вот об этом. Что можно умножать матрицу на вектор справа, как в линейной… Вот она, наша линейная модель, да? А можно умножать матрицу на вектор слева. Если мы умножаем справа, мы берем линейную комбинацию признаков, то есть столбцов. Если умножаем слева, берем линейную комбинацию чего? Наблюдений. Наблюдений, то есть строк. То есть это ровно то, что мы хотим здесь сделать, да? Мы хотим, чтобы при предсказании того, выдавать ли кредит Олегу, мы в своей модели еще посмотрели на признаковое описание Алисы. То есть нам для этого нужно взять какую-то комбинацию признаков представления Олега и Алисы. Ну и в самом простом виде мы говорим, что мы будем брать линейную комбинацию признаков представления Олега и Алисы. Почему мы будем брать линейную комбинацию? Ну просто это самое первое, что приходит в голову. По той же причине, по которой в линейной модели мы для предсказания класса наблюдения берем линейную комбинацию его признаков. Там не какие-то квадратичные признаки, не логарифм, не синус, а просто линейную комбинацию. Ну и здесь тоже линейную комбинацию. Почему бы и нет? То есть чтобы нам взять линейную комбинацию, нам что? Нам нужно вот эту всю конструкцию. Нам нужно еще на что-то здесь умножить. Слеп. Ну чтобы линейную комбинацию строк получить. Но здесь возникает некоторая загвоздка. Надо посмотреть внимательно на размерности. То есть X у нас N на M. W у нас M на 1. Дальше мы для каждой строки X получаем одно предсказание. Правда ведь? И у нас получается вектор Y размерности N на 1. Тогда возникает вопрос. А какой размерности должен быть вектор А? Чтобы у нас... Ну у нас размерность Y не должна измениться. Правда ведь? Потому что мы все еще хотим для каждого наблюдения получить одно предсказание. То есть мы в итоге должны N... Ну у нас должен быть получиться вектор длины N. Но для этого у нас... Какая должна быть размерность у А? Чтобы все сложилось. Чтобы все получилось. Ну первая размерность очевидно должна быть N. Иначе просто не получится. Мы не получим точку оттим. А вторая размерность какая должна быть? Тоже N. Тоже N. То есть на самом деле этот вектор А должен быть не вектор, а это должна быть матрица. И размерность у нее должна быть N на N. Просто иначе у нас математика не сойдется. То есть мы не сможем. У нас либо количество наблюдений изменится, если у нас первая компонент. Либо мы не сможем на матрицу X умножить. Потому что у нас вторая размерность не подходит. Ну вот мы получили, что для того, чтобы добавить связь между наблюдениями в линейную модель, нам нужно слева добавить какую-то матрицу А. Какую-то квадратную матрицу А. А зачем первая размерность M? Первая размерность M? Вот это? Да. А чтобы у нас в результате получился вектор длины N. Мы для каждого наблюдения в матрице X. X – это матрица объекта на признак. Мы для каждого наблюдения X должны получить предсказание. Какой у него класс? Если у нас первая размерность отлична от N, не получится. Значит, у нас должна быть какая-то матрица. А размерность N. Теперь вопрос, откуда эту матрицу брать? Пока что у нас все было, то есть все очень, ну все очень просто. То есть вот у нас есть X в линейной модели, чтобы предсказать класс наблюдения, мы берем линейную комбинацию его признаков. Теперь мы выяснили, что в некоторых случаях нам недостаточно посмотреть только на представление объекта. Нам нужно посмотреть на представление каких-то других объектов. Ну и, соответственно, самое простое, что мы можем сделать, мы можем взять еще линейную комбинацию объектов. Для этого у нас возникла здесь матрица А. Но мы пока что не понимаем, откуда ее брать. Соответственно, откуда брать А? Вот эту матрицу А. Ну вот давайте мы над этим немножко позалипаем и подумаем. Вот откуда взять эту самую А. Вот что же это такое может быть за матрица размерности n на n, которая каким-то образом говорит нам, как нам нужно наблюдение в нашем датасете скомбинировать. В случае, если Алиса и Олег – это муж и жена, а Маруся не имеет к ним никакого отношения. Ну мы ее тоже можем получать, типа, как функцию от входа. Ну, можем от функции от входа, это мы сейчас к этому придем, естественно, да. Но может быть есть какой-то другой способ. Вот информация о том, что Алиса и Олег – муж и жена, в признаках не содержится. Но я вот тебе говорю, Алиса и Олег – это муж и жена, а Маруся не является ни мужем, ни женой, ни Алисе, ни Олег. Вот как эту информацию записать? Вот этот факт, как записать? Как записать факт? Олег и Алиса – муж и жена. Как это математически записать? Отношениями можно? Отношениями. Да, да, да. Ну, каким-то отношениям. Каким отношениям? Матрица смежности? Ну, бинарным отношениям. Ну, конечно. Ну, матрица смежности – да, это то, к чему я как бы веду. Ну, естественно, бинарным отношениям. Бинарным отношением, то есть в виде матрицы смежности, то бишь в виде какого-то графа. Да? То есть вот наша Маруся, вот наша Алиса, вот наш Олег. Олег и Маруся – они муж и жена. Ну, и петли в этот граф добавим просто для того, чтобы там признаки себе самих любимых не выбрасывать. Ну, давайте теперь матрицу А запишем в соответствующий этому графу. Как она будет выглядеть? Ну, вот у нас есть Маруся, Алиса, Олег, Маруся, Алиса, Олег. Такая матричка. Ну, на диагональках единички, ну, потому что я сказал, что петли есть. Дальше. Алиса, Олег, муж и жена, соответственно, тоже единицы. Здесь все нули. Вот такой график. Теперь что произойдет? Давайте вот эту операцию сначала сделаем. А на х умножить. Ну, как у нас х выглядит? Ну, это какая-то матрица размерности 3 на m. Ну, давайте ее просто запишем. Вот это какой-то векторочек. Вот это какой-то векторочек второй. И вот это второй векторочек. Это просто х. Ну, я так его записал. Что произойдет в результате этого произведения? Первая строчка чему будет равна? Плутновой матрице. Давайте мы ее назовем х. Первая строчка какая будет? При умножении. Первая строчка. Так же останется? Так же останется. Ну, конечно. Ну, что? Ну, вот я умножил. Да, то есть, что тут ничего не изменится. Вот умножил. Вот так и останется единица. Как была, так и осталась. Окей. Теперь давайте цвет другой возьмем. Во что вторая строка превратится? Сумма второй и третьей. Сумма второй и третьей. То есть, по сути, что это? Сумма признаковых описаний Алисы и Олега. Ну, и третья строка, соответственно, тоже. Да? Вот. Ну, понятно. Если бы мы на диагонали поставили бы нули, то мы бы, ну, просто выбросили бы, то есть у нас, мы бы выбросили для Алисы, выбросили бы ее признаки, поставили ей бы признаки Олега. Для Олега выбросили бы его признаки и поставили бы ему признаки Алисы. Ну, наверное, это не очень хорошая идея, потому что все-таки, если вы делаете предсказание для какого-то наблюдения, наверное, вы не хотите полностью выбросить признаки этого самого наблюдения. Да? Вы все-таки его тоже хотите сохранить. Ну, поэтому я сюда перестану. Ну, а дальше эта матрица Х, у нее же размерность и не поменялась. Она как была 3 на n, так и осталась. То есть, нам теперь никто не мешает ее умножить на какой-то векторочек W и, ну, и дальше вот решать нашу обычную задачу. То есть, принципиально ничего не изменилось. То есть, оптимизационная задача, которую мы решали в нашей линейной регрессии, она никак не поменялась по сравнению вот с этой. Точно так же все гардиентным спуском ищем. Все, что изменилось, это матрица Х изменилась. То есть, мы добавили А, и мы просто пересчитали матрицу Х, признаковое описание объекта, пересчитали, а дальше наша обычная линейная матрица. Но уже в нашей матрице Х с волной у нас учитан тот факт, что Алиса и Олег – это муж и жена. Вот. То есть, мы чуть-чуть как бы, может быть, исходя из того, что здесь нолик, а здесь единичка, мы чуть-чуть понизили кредитный скоринг Алисы и чуть-чуть повысили Олег. Хорошо. То есть, вот с вот этим кейсом понятно. Теперь, как у нас есть второй еще кейс. Последовательность частей речи в предложениях. Ну, давайте попробуем здесь провернуть все то же самое. То есть, опять, у нас есть наш х размерности, там сколько здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь наблюдений, ну и размерность имбединга, который мы как-то получили, то есть, совершенно неважно, как мы его получили, но какое-то числовое описание этих слов. 512. Ну, просто мне захотелось 512. И все еще мы хотим провернуть то же самое. Мы хотим вместо xv равно y сделать axv равно y. Как бы нам в данном случае, ну мы уже знаем, что А должно быть матрицей графа. Как бы нам в данном случае сконструировать граф? Ну, какой-нибудь простой способ конструирования графа. Кто может предлагать? Первое, что приходит в голову. Просто последовательная стрелочка. Да, просто line graph. Просто линейный граф. Даже мы его сделаем ненаправленно. Просто линейный граф. Все. Ну и как и в прошлый раз, петли добавим. Ну, будем считать, что петли еще есть. Чтобы признаковое описание не терять. Ну, как в таком случае будет выглядеть наша матрица А? Ну, это какая-то будет на диагональке. Будут единички. Вот. А дальше все нули. Дальше все нули. Здесь нули, здесь нули. Ну, и получится в точности то же самое. Когда вы теперь умножите на матрицу x, у вас просто сложится признаковое описание. Ну, вот трое вот так будут складываться и все, да. По трое. Ну, хорошо. Но мы же можем, наверное, и по-другому. Да. В таком случае мы при предсказании части речи для какого-то слова мы учтем часть речи предыдущего слова и признаковое описание последующего слова. А что, если мы теперь хотим учесть при предсказании части речи я, мы хотим учесть еще признаковое описание вот этого слова и вот этого слова. Что делать? Ну, строка соответствующего я, просто еще одиночки появятся. Да. Ну, то есть нам на самом деле просто еще ребер надо добавить. Да. Вот таких. Ну, более длинные пути, короче, в графе добавить. И тогда все получится. Вот. То есть оказывается, что вообще говоря, ну, а теперь мы могли бы сказать, что мы хотим на длины 3 там учитывать, да, или там длины 4, ну и так далее. То есть оказывается, что этот граф нет какого-то однозначного способа, как бы его можно было бы строить. И мы бы хотели что-то с этим сделать, потому что, ну, понятно, каждый раз мучиться с построением какого-то графа, если его нету, ну, как-то это не камильфо, да, не по-машин-лернерски, это вручную генерить фичи, это как-то несовременно. И, соответственно, вопрос, который нас интересует, это как же тогда строить граф? Какие есть способы строить граф? Вот у нас есть все, что мы знаем о наших наблюдениях, это матрица Х. Матрица Х размерности n на m. Нам нужно как-то получить матрицу смежности графа размерности n на m. Что можно сделать? Может, на матрицу какую-нибудь z размерности m, n. m, n. Ну, самый простой кандидат… Окей, да-да-да, я понял. Значит, нам какой-то нужен z размерности m, n. Самый простой кандидат на такую матрицу – это… Транспонированная. Это х транспонированная, конечно. И тогда мы получаем, что наше а будет равно х на х транспонированную. И, в общем-то, это… Вы удивитесь, но в первой работе, в которой встречается attention, то есть эта работа… Это еще с RNN-ками люди игрались и придумали, значит, вот такую маточку attention. В первой работе там один из способов построения матрицы attention в точности такой. Ну, только там на самом деле уже не x используется, а там внутренние представления используются. Ну, то есть с какого-то слоя. То есть x из какого-то слоя внутреннего. И это один из способов. У этого способа есть один серьезный недостаток. Она не обучается, да. Чего? Ну, никак не обучается, она просто фиксирована. Да, вот эта матрица А, она никак не параметризована. То есть мы просто ее из данных достали. Ну, давайте я напомню. У нас была вот такая конфигурация, да. Мы эту конфигурацию превратили вот в такую, что в свою очередь, подставив вот это вот сюда, мы получаем x на x транспонированное, на x, на w, на y, да. Ну, такое масло масляное. И у нас здесь есть две проблемы. Во-первых, вот эта штука, она никак не обучается. Да, вот этот x на x транспонирован, оно никак не параметризован. Во-вторых, не очень понятно, а почему вообще какая-то дополнительная информация должна возникнуть. Мы же вроде бы, ну, x у нас уже есть, что-то мы здесь перемножили, в общем, никак это не параметризованно. И что мы хотим сделать? Мы, естественно, хотим как-нибудь, как-нибудь, это дело параметризовать. То есть вот как-то это параметризовать. Вместо x на x транспонирован. Нам, в принципе, это нравится, но нам хочется какую-то параметризацию ввести. Вот. Ну и здесь уже такой нетривиальный способ. На самом деле параметризации может быть, параметризации могут быть разные. Как мы можем... Можно глупый вопрос? Да, да, да. Вот это x на x транспонированное на x, заменим мы на какой-то там x волной и сделаем все ту же самую операцию. Будет x волной, x транспонированное x волной. Ну и так, еще раз, еще раз в пределе. Ну и известно, к чему это вырождается. Мы сейчас к этому, ну мы не совсем к этому придем, но мы сделаем это упражнение. Мы до этого дойдем, да. Мы до этого дойдем. Чуть позже я отвечу. В общем, нас пока что интересует, как вот эту штуку параметризовать. Но на самом деле ответ написан-то справа. Собственно, вот он из этой статьи. Это, по-моему, вторая статья про attention networks. То есть, когда этот механизм впервые появился, вот эта вторая статья, она того же года, что и первая статья, но чуть позже. И вот здесь они говорят, во-первых, есть вот этот способ, это то, что мы выше уже увидели. Во-вторых, есть вот такой конкат. Ну и в-третьих, есть нечто, что они называют general. И general, ну я сейчас скажу парочку идей, откуда эта штука берется. Вот смотрите, если у вас есть две матрицы А и Б, и вы хотите их умножить, но у вас размерности не совпадают. Так случилось, что размерности не совпадают. Делать нечего. То есть у этого N на M, а у этого K на L. Не получается их умножить. Тогда есть универсальный способ, что с этим делать. Вы сюда, в середину, ставите какую-то матрицу Z подходящего размера. M на K. И тогда вы можете их умножить. Это уже не совсем честное умножение, но это что-то, что максимально близкое можно к умножению придумать. Ну и, соответственно, а можно и по-другому параметризовать. Можно слева там домножить на что-то. Можно прибавить там что-то. То есть это не обязательно делать вот так. Но оказалось, что вот такая параметризация с умножением в серединке, она оказывается самая эффективна. Почему это так? Это отдельный вопрос. На него у меня нету схода ответа. Ну, просто вот так получилось. Соответственно, получается, что эта матрица в середине, если у нас размерность X совпадали, у нас получается, она опять какая-то квадратная. Опять ее непонятно, откуда выбрать. Она квадратная, да, она квадратная, но ее мы уже можем учить. Вот, потому что ты можешь умножать, у нас же здесь что получится? У нас получится X на V на X транспонированное, и здесь все дифференцируемые операции. Да, здесь все дифференцируется абсолютно. Можешь умножать и получать, находить все хорошо. Ну и, то есть вот это A, да, а дальше мы делаем A на X на другое W, и здесь тоже все дифференцируемые. Короче, у нас все дифференцируемые, никаких проблем. Но есть одно но. Сейчас, да, я договорю, об этом ты спросишь. Есть одно но. Вот эта квадратная матрица W, да, вот это вот значит X на W на X транспонированное. Она действительно какая-то, блин, ну вот если она будет прям еще и полна ненулевых значений, то будет как-то плохо. И нам было бы здорово, если бы у нее было какое-то хорошее свойство. А если мы умножаем матрицы, то каким хорошим свойством эти матрицы могут обладать, чтобы их умножение было попроще как-то? Спарс? Ну, спарс. Но спарс – это на самом деле следствие. То есть они должны быть низкоранкой. У них должно быть маленькое количество линейно независимых там строк или столбцов. И нам бы, соответственно, хотелось бы, ну действительно, да, нам бы хотелось, что вот эта матрица W, она была спарсная, она была бы низкоранкой. И мы не очень понимаем, вот в такой концепции, если действительно у нас все дифференцируется, но мы никаких гарантий на то, что она будет спарсная, не получаем. А вот было бы здорово, если бы она все-таки была спарсной. И чтобы она была... Да, да, да. Какой-то вопрос был? Нет, можно просто ее зафиксировать, конечно, пускай она будет диагональной, эта матрица. Нет, но, кстати, до этого мы тоже дойдем. У меня вопрос. Спарс и низкоранговость – это разные вещи. Низкоранговая, ну, например, это матрица, которая представляется малым количеством внешних произведений векторов, да? Да, смотри, я поэтому и сказал, что это действительно разные вещи. Но еще раз, как я сказал вначале, я делаю некоторые упрощения, которые, я надеюсь, не сильно делают что-то, я не делаю каких-то страшных неправильных утверждений. Это действительно так. Но если мы говорим про квадратную матрицу, то для того, чтобы она была низкоранговой, если она будет спарсная, нам сильно поможет всем, чтобы она была низкоранговой. Одно из одного не следует другое, но эти две вещи связаны. И как ты очень точно подметил, для того, чтобы она была низкоранговой, нам бы хотелось, чтобы она была произведением низкоранговых матриц. Вот если эта матрица W будет произведением. Есть очень простая теоремка, но это даже не теорема, это просто свойство произведения матриц. Если вот эти две матрицы, они низкоранговые, у них маленький ранг. Маленький ранг означает, что у них, ну, грубо говоря, маленькое число линейно-независимых столбцов. Ну, или, например, они прямоугольные какие-то. Прямоугольные, и у них одна размерность какая-то маленькая. Одна из размерностей. Если маленькая, то у нее будет низкий ранг. То есть, если матрица у нас тысяча на пять, то ранг у нее будет не выше пяти. Соответственно, вот эта важная идея заключается в том, что нам эту W нужно искать не напрямую, не в лоб. Хотя мы можем искать ее в лоб. На самом деле, мы можем искать. Есть работы, в которых она ищется в лоб. А нам надо ее искать как произведение двух низкоранговых матриц. И тогда вот это преобразуется, соответственно, вот в такую штуковину, которая и есть наш attention. Вот эта матрица, она и называется матрица attention. Ну, на самом деле, она называется, в данном случае, это self-attention будет, но разница невелика. Ну и дальше. Пока мы не перескочили дальше. А можно, пожалуйста, определение, что такое спарс-матрица? Это матрица, в которой много нулей. Понимаю. А что значит много? Без уточнения. Много нулей. Ну, например, единичная матрица это спарсная матрица. Можно сказать, например, единица, линейное количество... Ну, например, да. Ну, то есть это тоже не является строгим определением, но много нулей. А есть вообще строгие определения? Я думаю, что... Нет, Булат, там это же просто такой термин, что вот как бы... Там есть всякие разные S спарсные и так далее. Ты, в зависимости от того, что тебе нужно доказать, вводишь какие-то ограничения. Ну, например, можно сказать, что если матрица N квадрат, допустим, у тебя N, там не более N ни нулевых значений, да, как вариант. Но на самом деле спарсность тут вообще ни при чем, как мне кажется. Тут мы говорим про матрицы низкого ранга, это... Они не обязаны быть спарсными. Да, они действительно... То есть... Они действительно не обязаны быть... Спарсистр разряжены по-русски. Нас интересует низкоранговость. Да. Почему нас интересует низкоранговость? Потому что низкоранговые матрицы дешевле умножать. Значительно дешевле умножать. Дуар, какое было замечание по поводу вот этого произведения К, Q, T? Я просто прослушал, когда ты говорил, ты сказал, есть такой факт из математики. Да, вот если К и Q низкоранговые, то W, являющаяся их произведением, она тоже низкоранговая. Ага. Хорошо. Спасибо. Это на Википедии, то есть есть. Вот это упреждение, оно просто есть в доказанном виде на Википедии. Это типа там, это я не то, что какой-то элитизм, но это утверждение. На самом деле вот этот факт, он не является каким-то ключевым для понимания происходящего, но просто если вы понимаете, что это, что вот в таком умножении было бы здорово, чтобы матрица W была низкоранговой, то вот этот переход, он является естественным. Вместо матрицы W искать матрицы K и Q, которые являются низкоранговыми. Да, понял, спасибо. А можно попросить? Но это не обязательно для понимания. Да. А можно проговорить, вот у нас появилась между матрицей и X транспонированной вот эта вот W матрица, а без нее типа нельзя было дефицировать, нельзя было обучать, а почему без нее нельзя было? Без нее можно, но у тебя в таком случае матрица А, вот эта матрица А, матрица Этеншн, она ничем не параметризована, ты ее напрямую из данных взял, и ты никак, как бы, ты никакой новой информации, кроме как в лоб из твоего X не достал. И так можно делать, как я сказал, в самой, ну, во второй работе, во второй работе, в которой люди делали Этеншн, один из способов, которые они использовали, они никак не параметризовали, они брали вот ровно это, они ровно в таком виде искали, вот, без всякой параметризации, но оказывается, что если параметризовывать каким-то образом, ну, в данном случае с помощью вставки матрицы W в серединку, то оказывается лучше. Сейчас, можно еще буквально быстрое уточнение, я правильно понимаю, что если нет параметризации, вот просто X и X отбонированные, то это примерно то же самое, ну, это то же самое, что там генерализованные модели, когда мы задаем зависимость остатков модели, типа матрицы W. Смотри, мне кажется, что это сильно уходит за рамки вводного, ну, как бы, введения, действительно, есть, я, честно говоря, я сходу не знаю ответа на этот вопрос, я давненько не... Очень похожий. Вполне может быть, да, вполне может быть, но я не знаю ответа, я не могу сказать, не хочу сомневаться. Хорошо. А почему мы как ловко взяли, написали кут распонированный, мы же могли просто кут взять, почему кут распонировали? просто, ну, а какая разница, ну, то есть, ну, просто, просто, чтобы такая размерность была, ну, на самом деле ответ на это, конечно, заключается в том, что мы потом хотим сказать, что мы вот так вот скомбинируем их, то есть, мы не будем к на ку умножать, а мы х на к умножим, х умножим на ку, а потом все это транспонируем. Ну, короче, это просто такая машинерия. Ну, а потом мы же вообще ничего не сказали про размерности вот этих к и ку. Ну, они, естественно, должны быть подходящего размера, то есть, для того, чтобы мы могли вставить произведение к на ку транспонированное, они должны быть такого размера, чтобы матрица w была размера M на m. x у нас размера n на n. Мы делаем x на v на x транспонированное. Соответственно, n на n. Здесь у нас m на n. Соответственно, здесь у нас должно быть матрица W, должна быть размера m на m. Значит, k и q должны быть такой размерности, чтобы их произведение было m на m. Значит, первая размерность k должна быть m, вторая размерность q должна быть m. А вот вторая размерность k и первая размерность q, они могут быть какими-то маленькими. Ну, например, какая у нас есть буква, которая меньше, чем m. Но, очевидно, это буква o и p. Других букв меньше m я не знаю. Тогда матрицы k и q будут низкоранговыми. Тогда m будет тоже низкоранговая. И тогда нам все эти умножения будут легко и просто делать. Замечательно. Вообще здорово. А вот за низкоранговостью есть ли какое-то содержательное... За низкоранговостью... То там малая зависимость между примерами? Нет, нет, нет. Смотри, за низкоранговостью есть содержательность единственная, что низкоранговые матрицы умножать дешево. То есть это только техническое. Это лучше, это технически гораздо проще, да. Технически проще. И такого смысла, что мы хотим, чтобы у нас было маленькое количество примеров, связанных между собой или какие-то малое количество... Нет, смотри, это довольно сложные выводы уже. То есть это выводы про связь между примерами. Это уже нужно вот это все произведение интерпретировать. Я сейчас не занимаюсь никакой интерпретацией матрицы attention. attention, ничего про нее не говорю. Я сейчас говорю, вот у нас как бы... То есть все, что я пытался построить, я пытался построить некоторую стройную последовательность, логичную последовательность происходящего. Что у нас... У тебя все получилось, спасибо. С этим понятно. Вот это была интенция. И низкоранговость – это некоторый аргумент в пользу того, почему мы вместо x, w, почему вместо параметризации x, w, x-транспонирования, на практике люди используют параметризацию x, k, q-транспонированная на x-транспонированная. Потому что на практике люди используют вот это. Вопрос, почему? Ответ, потому что если мы используем такую параметризацию, тогда матрица w будет низкоранговой, потому что мы можем соответствующие размерности выбрать для k и для q. И нам умножать будет дешево. И эта процедура будет дешевле. Вот это одна из... То есть вполне возможно, что интуиция у авторов была другая. Но я предполагаю, что она была примерно такой. В этой записи, как ты представил, с матрицами k и q, k и q можно понимать в том же контексте, как если x – это матрица киношек, нет, матрица предпочтений, матрица оценок, которые люди дают киношкам, то матрица k – это будут скрытые признаки киношек. Да, извини, я тебя приведу. Действительно можно. Здесь можно привести пример, например, из matrix factorization, который используется для рекомендаций. Я осознанно его не приводил. Но, естественно, можно. Для тех, кому знакомы рекомендации, это очень естественно. Авторы самой статьи про трансформеры, которую я всем рекомендую почитать, если вам любопытно, они используют интерпретацию баз данных. То есть, вот это k – это у них ключи, q – это у них queries. То есть, это SVD-шное представление. Да, мне эта интерпретация не очень нравится, потому что она, мне кажется, немножко конфьюзинг. Но для некоторых она, наверное, более понятна. Поэтому я попытался привести некоторую логику, не использующую, чисто математическую логику. Почему бы нам делать именно в таком виде? Но, естественно, к этому можно подходить по-разному. Безусловно. Спорно. Вот. Так, ну чего. Двинем дальше? Давай. Да, вот важный вопрос. Вот мы сейчас построили какую-то конструкцию. Я вот сюда запишу сверху, что это x на k на q транспонированное. И дальше всюду просто а будет писать. Мы построили вот эту конструкцию, но мы привыкли, что мы же на практике-то линейную модель не используем. На практике мы используем глубокие нейронные сети. А как устроены глубокие нейронные сети? Да, смотрите, еще одна важная вещь. Я здесь нигде не пишу никакие нелинейности. Они здесь, естественно, в каких-то местах нужны, и в каких это можно посмотреть в статье. Но для сути дела это не меняет. С практической точки зрения это невероятно важно. С идейной точки зрения здесь это нам для понимания не является ключевым. Значит, как устроено, как мы вот из этой конструкции линейной модели идем в глубину. Что мы делаем? Мы берем и дописываем, вот здесь берем некоторую нелинейность и дописываем сюда вот эту V1, эту V2, нелинейность, V3 и так далее. При этом V1 у нас размерности M на K1, V2 у нас размерности K1 на K2, V3 у нас размерности K2 на K3, ну и так далее. И заканчивается это все на каком-то там V, не знаю, ну каком-то последнем слое, который размерности K на количество классов просто, на C. И это вот на этом все заканчивается. Это N на M. И, соответственно, итоговая размерность у нас N на C. Ну и если C равно 1, то наш, ну и в любом случае, Y будет размерности N на C. То есть вот так мы ходим в глубину в обычный Fit Forward Neural Map. Вот это Fit Forward Neural Map. Можем ли мы точно так же идти в глубину, если у нас есть матрица А слева? Прошу прощения. W в исходной записи у нас был просто столбец, в... Ну, а здесь это матрица. А здесь это матрица. Здесь это матрица, да. Ну, то есть, когда ты, как бы, как вот у тебя Fit Forward, то есть полносвязные нейронные сети, как устроены? Ты берешь признаковое описание своих наблюдений, то есть матрицу X, и ты потихонечку это признаковое описание сжимаешь. То есть ты делаешь, у тебя было признаковое описание M, а стало признаковое описание размерности K, которое, разумеется, меньше, чем M. А потом ты снова сжал, постепенно сжимаешь, 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 и вот, собственно, когда рисуют вот такую вот хреновину, да, во всяких статьях, это вот ровно это и значит. Такое сжимающее отображение из множества признаков из размерности признаков в размерность числа класса. То есть было X, а стало Y. Вот, было там N на M, а стало M на C. Где C число классов. Ну и там, понятно, если у вас там автокодировщик, то есть там какой-то разжимающий, еще что-то. Но в этом мы уже не будем вдаваться. Да, важно, что мы просто, для того, чтобы идти в глубину, вот то, что у меня коллега спрашивал перед этим, да, можем ли мы там в глубину идти. Мы просто, ну, каких-то W приписываем сюда и дальше это все дифференцируем. Да, это все, вот эта вся процедура, она дифференцируемая, все тут хорошо, сложная функция, туда-сюда, ничего, никаких, как бы хитрости нет. Теперь, а что же происходит, если у нас вот матрица A? Ну, давайте посмотрим. Придется пересчитывать каждый раз. Не, ну, пересчитывать, это само собой. У нас W тоже разный, как видишь, да. То есть у нас W тоже все разные. Никаких здесь проблем нет. Сначала нам надо размерности проверить. Вот у нас есть X, вот у нас есть V, вот у нас A. Вот у нас размерность вот этого, да, вот предположим, у нас размерности XA и W такие же, как и были. N на M, M на K1. Размерность A нам известна. То есть у нас размерность вот этой всей штуки, она не изменится. Она как была N на K1, так и осталась. N на K1. Да, то есть она вот в этой конструкции была, N на K1, и здесь она, N на K1. То есть нам теперь никто не мешает, сюда справа, дописать еще один W, размерности K1 на K2, да, и пойти себе дальше в глубину, как мы делали это обычно. Ну, где-то там нужно нелинейности в нужных местах. При этом мы на самом деле можем снова приписать сюда новую уже матрицу A. Ну, давайте вот эту матрицу A первой назовем, это будет матрица A второй, которая тоже будет размерности N на N. и, в общем, дальше, то есть мы можем идти в ширину. Вот этот вопрос, который у меня спрашивали, что X транспонировано на X, а можем ли мы его переобозначить за X чертой, снова там, и так далее. Это вот оно и есть. Вот мы пошли в ширину. Теперь, в различных модификациях вот эти матрицы A, они могут быть с пошаренными весами, да, но для нас это сейчас не принципиально важно. Что нам принципиально важно, что мы можем идти, как и в обычных линейных моделях, как мы обычные линейные модели можем строить в глубину, так и наши линейные модели с attention мы тоже можем строить в глубину. Никаких проблем. Проблем с размерностью нет, проблем с дифференцированием не возникает, все нормально. Вопросы? Вот это A вставляется, то есть на предпоследнюю форму смотреть нелинейный сигнал у тебя, A вставляется после каждой нелинейности слева. Ну смотри, давай мы про нелинейность сейчас не будем, потому что естественно там в каком-то месте нужны нелинейности. Ну там вот здесь, например, нужна нелинейность, вот здесь нужна нелинейность, ну иначе у нас все будет линейно, да, но если я это все буду здесь сейчас писать, то это все у меня не поместится просто. Это можно залезть конкретно в статью, да, это на идею это никак не влияет. Залезть в статью можно и посмотреть. В нужных местах естественно нужны нелинейности, да. Кроме того, там нужны еще и нормировки определенные этой матрицы, без которых тоже ничего не будет работать. Но опять-таки это никак не влияет на идею. Ну там нормировка на какую-то там константу, матрица. Сейчас еще вопрос про нелинейность сразу, раз уже заговорили, вот, не знаю, говорили или нет уже. То есть, как я понимаю, в трансформере большое отличие от других архитектур, то, что уже в базовых блоках такая как бы сильная нелинейность, как софт-макс, да, там после каждого блока присутствует. То есть, не релу там, да, или релу подобные, которые просто там обрезают, аж целый софт-макс. Вопрос еще. Ну, то есть, вопрос, насколько вот такая сильная нелинейность, ну, то есть, насколько велика роль именно вот этого софт-макса. То есть, казалось бы, то, что он должен давать сильное отличие от обычных архитектур, которые, ну, как бы, в которых что-то типа софт-максы, на последнем слое, да, на последних слоях, а на промежутчатых слоях, там, в основном обрезание, ну, или какие-то подобные, да, что-то типа релу. Вот. То есть, интересно, насколько это сильно влияет, ну, насколько это сильно отличает, ну, трансформер. ответ такой, это необходимо проверять экспериментально. Я не знаю. То есть, я экспериментально не проверял. Надо проверять экспериментально. А можно спросить по ссылкам вот на статьи как раз? Там вот выше выдавали ссылку, я ее вбил на арксиф, но она, и вы говорили, что там вот эта интерпретация баз данных приведена. Нет, интерпретация баз данных в трансформер приведена. А, это предыдущая. Приведена вот к этому скриншоту. То есть, это работа про attention, которая была раньше, чем attention is all you need. Да, да, да. Интерпретация про базу данных, ну, точнее так, интерпретация key, query, values приведена в работе attention is all you need. Там нету слов про базы данных, по-моему, но там просто есть вот эти названия key, query и values. Откуда это? Это из баз данных. Есть, если у вас есть базы данных типа Redis, ключ-значение, где, ну, то есть, не реляционное, а вот по ключу получаете число, то key, query, value, означает, что вы, как бы, измеряете сходство между между query и ключом и, соответственно, присваиваете, вы считаете сумму, взвешенную сумму, вам дали запрос, вы на выход должны дать value. Value будет взвешенным средним между всеми теми value, которые соответствуют ключам, которые похожи на данный запрос. Понятно сказал? Да, ну, вот это называется values. Это values. Ну, как бы, мне понятно, то есть, тому, кто это знает, тому понятно. Я подозреваю, что просто тому, кто это не знает, тому может быть непонятно. но тому, кто это знает, я думаю, что это аналогия подписана. А можно по предыдущему слайду спросить? Да, можно. Да, вот вы сказали, что не важно, но просто очень вот делить на корень из д, там вот какая-то нормировка. Не правда, я не сказал, что не важно. Я сказал, что очень важно. Я сказал, что очень важно. Практической точки зрения я опускаю множество технических деталей, которые на практике при обучении этих моделей очень важны. Да, да, вот вы как раз сказали, что без этого не будет обучаться, ничего не будет работать, но вот это странно видеть. Откуда, почему корень, почему вот это? Можно чуть-чуть, ну, то есть сказать что-то, вот почему это так? Для этого нужно пойти, ну, смотри, мы же здесь не разбираем работу Transformers All Unit или там ВЕД, или ГПТ. Мы здесь разбираем идею, которая за ними стоит. Идея разбираем. Поэтому технические детали я как бы специально, опускаю. Мы можем устроить отдельное мероприятие, где конкретно разобрать эту работу. Либо можно найти большое количество разборов конкретно этой работы, потому что на нее там 17 тысяч титирований, да, и есть подробные разборы конкретно этой работы, почему здесь сделано так, а не по-другому. Но мы здесь не занимаемся подробным разбором этой работы. У меня будет слайд, на котором будет написано, что есть целый набор инженерных трюков, которые необходимы для того, чтобы эту штуку обучить, без которых работать либо не будет, либо работать будет сильно плохо. Как это часто бывает на практике в машинном обучении, особенно в таких больших моделях, часто ответ на этот вопрос, никто не знает ответ на вопрос, почему. Например, никто не знает до конца, как именно батч-норма влияет до сих пор, при том, что батч-нормы когда подложили, никто не знает нормального ответа на то, как именно там они влияют, почему работает батч-норма. Никто не знает ответ на этот вопрос. Соответственно, задавать его не то, что бессмысленно, но просто на него нет ответа нормального. Можно только некоторое махание руками устраивать, объяснять, что он работает по этому или по другому. Мы понимаем, ради чего мы ее с инженерной точки зрения устраиваем. Ради чего мы его делаем, но мы не до конца понимаем, почему это работает. В случае с корень из дна на самом деле объяснение есть, но здесь мы не будем этого касаться. Мы можем отдельно это касаться. Анвар, вопрос, который можно обсудить в самом конце в плане идейного понимания. Кто-то хотел рассказать или предложить интерпретацию КАИН-Кью в контексте киношек. Может быть, мы в конце обсудим это? Если будет время. В контексте киношек, как мне кажется, здесь в точности та же самая интерпретация, что в контексте баз данных, которые нам сказал коллега. Я, к сожалению, не запомнил имени, потому что у меня на другом это компе. То есть у нас есть пользователи, у нас есть айтемы, и посмотрим SVD recommendation system. Вот за гуглей SVD recommendation. Netflix price, да, например, Netflix price это где самое первое. И ты найдешь некоторые аналогичные конструкции, очень похожие. Суть простая, вы взяли людей, которые, набор, допустим, X это матрица людей, и каждый человек оценил какие-то киношки, которые он посмотрел. Вам нужно предсказать, как для новой киношки, которая только выйдет, каким людям она понравится, а каким нет. и затаргетировать рекламу и тех, кому она понравится. Тогда мы каждую киношку представляем в виде небольшого количества характеристик, например, насколько в ней хорошие спецэффекты, насколько в ней хорошие чувства юмора, насколько она сентиментальная и так далее. Вот таких признаков делаем маленькое число. Мы получаем сильно прямоугольную матрицу K, допустим, и дальше для каждого человека мы пишем с другой стороны пишем матрицу K, в которой говорим, насколько он любит сентиментальность, насколько он любит юмор, насколько он любит сентиментальность эффекта и так далее. И после этого мы можем представить... Я понял, я понял, я вспомнил, я видел это. Понятно теперь, спасибо. Начало. Ну, а вот разве как бы те соображения вот из рекомендашек, они сюда перекидываются, потому что в рекомендашках мы как раз хотим там, где у нас раньше были нули стояли, то есть там пользователь не видел фильм, но мы хотим что-то вместо нуля туда поставить, чтобы понять, оно ему понравится или нет. То есть мы как бы имеем очень спарсную матрицу, и мы как раз там хотим ее сделать не очень спарсную, что-то про них понять. А тут вроде нет такой, не переносится вроде эта интуиция, или переносится. Кому адресован этот вопрос? Не знаю, кому угодно, кто шарит за аналогию между рекомендательными системами и вот этим. Окей. Я скажу честно, я не думал с этой стороны как Анвар. Задача, то есть как вот аспект низкой ранговости я не не продумывал. Спасибо Анвару, что с этой стороны на это можно посмотреть. я продумал это со стороны аналогии базы данных ключ-значения. Ясно. Эту точку зрения базы данных ключ-значения нужно проговорить еще раз явно? Может быть, Анвар двинется дальше, а в конце доклада ты проговоришь? Да, конечно, конечно. Нет, я спрашиваю у Анвара как раз. Нет, меня-то часто если кому-то это интересно, то, конечно, надо проговорить. Мы же здесь можем два часа сидеть, три часа сидеть. Анвар, да, картинку дай, что утренализована, модель дальше разберем. Да, на самом деле всю модель мы не будем разбирать, мы разберем, ну, тут понятно, что такое, наверное, что такое софтмакс, все знают, что такое линейный слой, все знают, что такое фит-форвард, ну, наверное, тоже все знают, да, это вот умножение, да. Ну, нужно разобрать, тем не менее, целеполагание, какую задачу решает эта модель, почему она состоит именно из таких строительных блоков, как пришли мы. ну, смотри, целеполагание конкретно трансформера мы тоже разбирать не будем, мы разберем вот этот блок, вот мульти-хэт-отеншн, вот что такое мульти-хэт-отеншн, ну, точнее, даже мы его-то разбирать не будем, я вам просто, я вас сейчас просто убедю в том, что вы уже знаете, как он устроен, а после этого, если вас конкретно интересует атеншн и открываете статью атеншн, либо 200 разборов атеншн на медиум, и читаете, потому что есть очень хорошие, я могу порекомендовать хорошие разборы, там, как бы, ну, понимаете, в чем дело, ребята, здесь, как только вы понимаете идейную сторону вопроса, почему здесь такая конкретная конструкция, ну, если вас интересует машинный перевод, вы легко поймете, да, здесь есть анкодер, декодер, там, сдвиг слов влево, позиционный подвиг, то есть, я бы предложил желающим после окончания доклада Анвара все-таки задержаться и разобрать. Да, здесь есть много инженерных историй, которых можно говорить очень долго, вот, но я бы о них говорить не хотел, то есть, мне кажется, что это достойно отдельного, отдельного обсуждения, я с удовольствием о них поговорю, но это достойно отдельного обсуждения, вот, и, соответственно, единственный блок, который здесь непонятен, это, ну, там, блок, может быть, позиционного мкодинга и блок, который называется multi-head attention, MHA, вот, что такое multi-head attention, multi-head attention, это то, что мы уже знаем, что такое, вот, вот это, это на самом деле, ну, там у авторов статьи у них так получилось, что у них они обозначения q, у них то же самое, что, что, ну, соответственно, там, что там, k, это то же самое, что x на k, а q, это то же самое, что x на q, ну, просто у них такие обозначения, что вот это одно и то же, поэтому у них и здесь q, и здесь q, и до применения, и до умножения на некоторую матрицу, и после умножения на некоторую матрицу, они используют одну и ту же букву, вот, это, ну, небольшое недопонимание вносит, но в целом, мне кажется, ничего страшного в этом не происходит, вот, но это такая важная деталь, соответственно, что здесь написано, здесь написано, возьми матрицу q, возьми матрицу k, вот это scale.product.potension, то есть это вот здесь, вот это вот эта часть, вот, возьми матрицу q, возьми матрицу k, они здесь еще для того, чтобы улучшить понимание, они в разном порядке написали, чтобы… Я прошу прощения, Анвар, но насколько я понимаю, q здесь это x. Сейчас, секундочку, значит, вот возьми матрицу q, возьми матрицу k, в данном случае у них, да, вот scale.product.potension, да, в данном случае k, q и v это x. Это x, это x и это x. Потому что, естественно, мы… Я же не случайно тут все рассказывал, да, естественно, это на самом деле все вот такое вот. Это… Они здесь все x. Дальше умножь на какое-то линейное, ну, какое-то линейное преобразование с ними сделать. Вот это линейное преобразование – это вот это линейное преобразование. Вот. Сейчас, нет, здесь, да, линейное преобразование… Ну, неудачно. Неудачно, да. Обозначение, я понял. Ну, понимаешь, да, обозначение, короче. На правом слайде действительно иксы, а вот на левом слайде, значит, блок scale.product.outention на правой картинке нарисован на средней картинке. Ну, вот scale.product, это значит, вот этот матмул означает, что ты возьми q умножить на k, q равно x умножить на некоторое q, которое мы учим, вот эти веса мы учим. Вот это равно тоже x умножить на k, где k тоже, ну, там k с чертой, k мы тоже учим. Дальше это все отшкалируем, то есть в результате вот этого умножения, что мы получаем? Мы получаем x на k на q транспонированное на x. Вот это нужно определенным образом отнормировать на некоторую константу. Дальше опционально, вот это вот, соответственно, вот это scale. Дальше опционально эту квадратную матрицу нужно маскировать. То есть часть ее значений нужно занулить дополнительно. Но это опциональная речь. Это называется mask attention. Оно работает только в декодере, часть x нужно занулить, которых мы еще не видели. Это в данном случае в трансформере, в оригинальном трансформере, это работает только в декодере. В том, что написано после него, это работает не только в декодере, но и в энкодерах. Потому что от трансформера есть, например, архитектура, где берется только энкодер, без декодера. Например, не в NLP-шных задачах, а в картиничных задачах. В вертах каких-нибудь, да. Или в графовых задачах, или еще где-то, может быть, только энкодер. Ну, давай, может быть, все-таки объясним, зачем нужна такая... Какую задачу? Перевод. Перевод. Вот эта архитектура, конкретно эта с энкодером и декодером, создана для задачи перевода. На вход она получает input, допустим, на английском языке, предложение текст. На выход выдает текст на французском языке. Соответственно, как мы видим, энкодер и декодер состоят из очень похожих блоков, но в декодере применяется... В scale.product.attention применяется маскирование. Оно служит следующей задачей. Когда мы взяли английское предложение и хотим выдать следующее слово французского предложения, то нам в декодере нужно маскировать все слова французского предложения, которых мы еще не видели. Ну, потому что будущее не должно влиять на прошлое. Соответственно, в декодере мы применяем маскирование, чтобы у нас не произошла утечка данных о французском тексте, который мы увидим в будущем, которого мы еще видеть не должны. Вот мы хотим сгенерировать следующее слово, мы не должны видеть, что там дальше будет по тексту, когда генерируем следующее слово. Для этого служит маскирование. Все, я закончил. Прошу прощения. Да, да. Ну, да, действительно, в NLP-шных задачах маскирование используется для того, чтобы мы не могли посмотреть в будущее. Там в картиничных задачах оно существует для того, чтобы у нас сложность процедуры attention не была квадратичной от размера входа, потому что это связано с некоторыми проблемами. Там где-то еще она еще для чего-то используется. Ну, в общем, вот этот scale.product attention, это на самом деле. То есть вот этот вот блок, это на самом деле вот это. А дальше multi-head attention, он делает следующее. Вы повторяете эту процедуру много раз с разными матрицами K и Q. То есть вы, ну, как в свертках, мы учим много фильтров, да, много фильтров учим. Точно так же здесь вы учите, на самом деле, много разных матриц K и Q. И это то, что называется как раз multi-head. То есть multi-head, это когда у вас есть там вот это K-Q1, потом у вас есть еще какие-то K-Q другие, да, которые вы независимы и параллельно, они независимо друг от друга считаются, параллельно. Потом все эти представления конкатинируются, на все это дело намазывается некоторый линейный слой, ну, и мы получаем то, что называется multi-head attention. Ну, а дальше все остальные операции, они такие же, то есть они более-менее известны и до работы с attention, то есть fit forward, нормировка, линейный слой soft max. Можно вопрос, Анвар, да? Да, да. Как нас гарантируется, что у нас ни одно и то же выучится в multi-head attention вообще? С какого статуса? А как у тебя гарантируется, что у тебя в свертках, когда ты берешь 512 фильтров, у тебя каждый фильтр не будет одинаковым? Как гарантируется? Процедура обучения гарантируется. Никак не гарантируется. Просто так получается, что если мы начинаем это учить, то у нас эти фильтры берут на себя разную роль и учатся разные. Но некоторые из них будут похожи. И если ты построишь, например, матрицу похожестей, вот этих получившихся матриц attention, то некоторые из них будут похожи друг на друга. Но некоторые... Можно только как-нибудь ее насильно заставлять diversity поддерживать. Ну, это я так на скидку. Наверное, да. Наверное, можно было. Я так понимаю, на старших слоях учатся более абстрактные... Ну, смотри, это... Это... Да. Да. Вот. Ну, хорошо. Но вроде бы мы разобрали вот эти два блока. А вот в MultiHead там Head просто так это называется? То есть обычно же головой называется что-то там после SoftMax? Ну, то есть, короче, то, что наверху у нас. Head это что-то значит? Или это просто так назвали? Head означает, что эти штуки... Ну, то есть MultiHead означает, что эти штуки, они параллельно идут. Вот у тебя есть ну, xv равно y, да? Вот теперь ты вместо того, чтобы делать xv равно y, ты делаешь не вектор, не вектор w, а делаешь матрицу w. Теперь что у тебя в итоге получается? У тебя получается какая-то матрица размерности n на m. А на выходе тебе нужно получить n на 1. Вот как тебе вот эти m свернуть в единичку, схлопнуть в единичку? Ну, можешь их сложить, например, да? А можешь их сконкатинировать. Можешь сконкатинировать. Если сконкатинируешь, что получится? Получится у тебя... Получится у тебя... Ну, здесь неудачный сэм пример. Ну, короче... Да, ответ на твой вопрос нет никакой интерпретации, просто так называется, потому что им захотелось. Вот они параллельно учат много таких матриц w. На самом деле, много таких матриц a. Вот это их x, и вот они много разных a учат. У них много представлений получается. У них получается у нас есть а xv, 1xv, 2xv, и каждая, каждая из этих, каждая из этих штуковин называется беловой. Вот это хэд. Мы можем что-то сказать про количество этих хэдов? Ну, можно сказать... Ну, оно равно h. Количество этих хэдов равно h. Это гиперпараметры модели. Ты можешь это интерпретировать как ширина модели. Точно так же, как ты в обычных фид-форвард нейронных сетях шириной называешь величину m. Здесь ты шириной можешь в качестве как бы... Ну, можешь считать шириной, что это h. Вот. Я, если можно, влезу. Мы договорились думать о головах в attention примерно как о фильтрах в сверточной нейроне. Ну, это не очень... Это действительно... Это... Да. Это не совсем так. Не идеально. Аналогия. Но что-то в этом все-таки есть. Вот. А самое главное, если мы потом начнем смотреть на визуальные трансформеры, действительно мы увидим там, что разные головы в некотором смысле похожи на разные фильтры, на разные сверточные фильтры. Поэтому эта аналогия действительно имеет место. Ну, то есть вот как у вас в сверточной нейронке, допустим, там на втором слое у вас выучиваются разные текстуры. Там текстура кожи, текстура, не знаю, бровей, текстура губ и так далее. На третьем слое у вас, соответственно, выучится... Ну, там на третьем, четвертом, не знаю, у вас выучится там рот, нос, брови и так далее. То есть вот каждый фильтр каждого следующего слоя будет выучивать какую-то все более высокоуровневую... Ну, то есть, допустим, на четвертом слое среднего уровня, на пятом слое более высокоуровневая конструкция. На четвертом уровне у вас будут черты лица, на пятом слое у вас будет лица, на шестом слое у вас... Ну, каждый фильтр будет отвечать за определение там голова, рука, нога, туловище. Вот головы, attention, это что-то подобное, они отвечают за все более высокоуровневые свойства в тексте, конструкции каких-то текстов. Ну, тут я бы не хотел привязываться к тексту, я как бы... Ну, хорошо, не обязательно к тексту. Я специально бы не хотел привязываться к тексту, потому что вот эта идея, она не связана с текстом. Это действительно впервые применили к текстам, но это вообще говоря... В общем, я бы не хотел привязываться к тексту, да. Да. Хорошо, хорошо. Ну, действительно, то есть разные головы можно интерпортировать как разные фильтры по аналогии с разными фильтрами в сверточных нейронных сетях. И надо сказать, что дальше люди придумали, как вот эту всю архитектуру трансформера, и точнее, как attention приспособить к задачам распознавания картинок. И оказалось, начали смотреть на эти матрицы attention, то есть на эти A1, A2 и так далее. Действительно, у них примерно такая же интерпретация, как и у Search. аналогия такая есть. Да, значит, смотрите, я по ходу дела очень старался опускать технические детали, но вы усиленно мне не давали этого делать, поэтому мы практически про все про них сказали. Значит, смотрите, ну, понятно, что во всех там местах, где надо, там надо ставить нелинейности, но какие конкретно надо смотреть статьи, на понимание, я надеюсь, это не сильно влияет. Дальше есть все-таки разница между тем, что я называл, я всюду говорил attention, 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 на самом деле, чаще всего, когда я говорил слово attention, я говорил про self-attention. Разница там в том, что вот я использовал вот такую запись x на k, на q транспонированное, на x транспонированное, да, вот это моя матрица attention. А дальше я брал здесь тот же самый xv, ну, или там xw, да. На самом деле, здесь мне не обязательно брать те же самые x, что и здесь. Вот эти x могут быть другими. Это могут быть, ну, поскольку оригинальный трансформер, он был для машинного перевода, то вот эти x могут быть другими. Например, это могут быть какие-то там со сдвигом слова. Ну, неважно. На суть дела это не меняет, но будет у вас вместо вот такой записи будет у вас какой-то там s на k на q транспонированное, на s на x на v. Вот конкретно это называется self-attention. А вот это называется просто. Вот. Дальше я, опять-таки, ничего не говорил про нормализацию вот этой матрицы, ее надо нормировать. Ну, я подозреваю, к вопросу о том, почему именно ее надо нормировать, я подозреваю, что здесь какая-то речь идет. Опять-таки, я внимательно, я не изучал этот вопрос. Я думаю, что здесь речь идет какой-нибудь там об условленности этой матрицы, просто чтобы не было какого-то взрыва безумного градиента. То есть, это все восходит там к layer нормализации, к batch нормализации. Скорее всего, да, и без этого, скорее всего, просто плохо проходит градиент. Я думаю, что просто хуже учится. Вот. Ну, конкретно там, на что там конкретно нужно нормировать, ну, наверное, это можно подумать о том, что можно там внимательно смотреть на какие-нибудь спектральные свойства этой матрицы и там нормировать максимальное собственное число или что-то такое. На практике они берут какую-то там разумную размерность и на нее нормировать, на какую-то константу. Ну, и нормально работает. Вот. Еще одну важную вещь я опустил. Это layer slash batch normalization. Значит, смотрите, в NLP-шных конструкциях, ну, и на самом деле в дальнейшем во всех трансформерах, люди используют именно layer normalization. Опять-таки такая техническая деталь, не все тут могут, может быть, даже знают, что это такое, оно и не важно. Если будете обучать такую модель, то придется обучать layer normalization, но, скорее всего, в той имплементации, которую возьмете, там уже все будет зашить. Причина, по которой используют layer normalization, а не batch normalization, заключается в том, что поскольку нам вот эти attention score нужно считать параллельно, то есть нам нужно вот эти хеды, головы, считать параллельно, часто на разных даже машинах, то если бы мы это делали с batch нормализацией, нам бы на все эти машины надо было бы статистику batch передавать, а так не надо. Layer normalization так нормально работать. Про mass retention тоже сказали, ну и, соответственно, здесь какой есть нюанс, что вот эта матрица она квадратная, и она квадратная размера n на n. И смотрите, n это у вас количество наблюдений. Теперь все более-менее знают, что чем больше batch, тем в среднем лучше стахастический и градиентный спуск работает. Поэтому все стараются такого batch размера взять, чтобы вот гпу полностью забить, вот сколько хватит, столько давайте будет у нас размера batchа. Но здесь у нас возникает проблема, что, и, кстати, в самих трансформерах там размер batch типа там несколько тысяч, несколько тысяч, по-моему, наблюдений. Ну вот в оригинальной работе attention is all in. И, соответственно, у вас эта матрица становится несколько тысяч на несколько тысяч. А несколько тысяч на несколько тысяч, а еще если мы говорим про то, что это multi-head, то есть таких матриц A у нас h штук, а еще на самом деле их несколько слоев, то есть n большое слоев, это очень много. Это же, это очень большая размерность. Вот. И, естественно, на практике столько цифрок хранить в памяти это очень дорого. Именно поэтому в attention, в биртах там такое безумное количество параметров. Сотни миллионов, десятки миллиардов, даже сотни миллиардов параметров. именно за счет вот этой квадратичной сложности от размера входа. И поэтому, чтобы эту размерность входа, ну, в оригинальной статье причина не только в этом, но далее есть некоторые способы, которые тоже называются mask attention, другие подходы к маскированию, которые позволяют учить не квадрат от размера входа, а какую-то меньшую, какую-то меньшую, меньшую оценку от размера входа. Например, линию от размера входа. Если мы учим только те значения матрицы attention, которые близки к диагонали. Те, что далеки от диагонали, мы сразу говорим, что они там нули или там минус бесконечности. Вот. Последняя вещь, о которой я совсем ничего не сказал, это позиционный энкодинг. Здесь смотрите, какое дело. Вы, когда умножаете, умножение делаете, вот помните, мы это в самом начале еще проделывали. Сейчас у меня ничего не крутится. Значит, в самом начале, когда мы еще умножали Олегу и Алису, признаковое описание Олега и Алисы, мы сказали, что получилось-то в итоге, что у Олега два плюс три и у Алисы два плюс три. То есть, неважно, в каком они порядке здесь идут. И понятно, что в ряде задач это, в принципе, может быть, так оно и есть. То есть, может быть, нам и не важно, кто там. Ну, они муж и жена, и все нормально. Но в некоторых ситуациях, конечно же, нам важно. Например, в случае, если мы часть речи в предложении предсказываем, то, конечно, нам важно, в каком порядке они шли. Но в данной модели, когда мы делаем просто так, в данной модели, когда мы просто делаем АХ на W равно Y, у нас никак эта позиция не учитывается. Поэтому необходимо использовать определенный трюк не очень сложно, чтобы эту информацию о последовательности наблюдений в вашей выборке дополнительно в модель писать. И это называется позиционный энкодинг. Его можно разным образом делать. Его можно делать с помощью каких-то спектральных штук, он там рядами фурье, либо косинусами, синусами, либо банально ван-хот энкодингом делать, либо его вообще можно учить. Ну и, собственно, то, что сейчас люди делают, это его учат активно. Там нет какой-то большой магии, но это в большей степени инженерии, на суть дела она не сильно влияет, потому что на самом деле на практике, если вы позиционный энкодинг не будете использовать, модель все еще будет работать. Она будет работать несколько хуже, ну, скажем, там на 2-3 процентных пункта будет работать хуже, ну, в зависимости от задачи, может быть, и больше. Но она все еще будет работать довольно неплохо. Но с практической точки зрения, естественно, позиционный энкодинг очень важно использовать, потому что 2-3 процентных пункта это очень Это очень много, это очень важно. Есть, конечно, и другие инженерные детали, которые не только в статье про трансформера, потому что статья это уже 20-го года, что по нынешним меркам это целая вечность. И с этого трансформера 17 тысяч цитирований, ну вот считайте, что по меньшей мере 17 тысяч улучшений этого трансформера вышло. Ну улучшений в кавычках, естественно, но как есть. Поэтому это, считайте, что целая вечность. И, естественно, везде там есть некоторые инженерные детали, которые в зависимости от конкретной прикладной задачи необходимо знать и использовать. Ну все, конечно, знать нельзя. Но самое важное я постарался здесь выписать. Это нормализация, это layer normalization, position on coding и маскирование. Это то, без чего совсем никуда. Вот. Значит, за два года, в принципе, некоторые ключевые архитектуры, которые за два года появились, это архитектуры и для текстов, соответственно, это вот GPT и BERT, да, это продолжение вот этой на основе трансформера архитектуры, GPT и BERT, самые такие крупные языковые модели. Это и графовые модели, а именно графа Tension Network и их улучшенные, увеличенные версии уже даже, то есть Alpha и Rosetta Fold, это не просто Tension, это именно большие графовые трансформеры. По-моему, про Alpha или Rosetta Fold вот у нас будет в ближайшее время доклад, будет человек делать. Вот. Это, естественно, и для визуальных задач, да, то есть вот это у нас MLP, это у нас граф, это у нас картинки. Вот. Ну, и это тоже, на самом деле, картинки, но вот этой MLP Mixer там нету, там нету этажа. Вот. И все это нас подводит, конечно, к классу моделей, которые сейчас люди называют Foundation Models, то есть это большие, очень большие модели с сотнями миллионов и десятками миллиардов параметров. Это мультитаск-задачи, которые учатся на больших корпусах. Обычно они учатся в self-supervised манере, вот, self-supervised манере, просто потому что, чтобы обучить модель с десятками миллиардов параметров, вам нужно много-много-много наблюдений, и такого количества разметки, конечно, ни у кого нет. Такое количество наблюдений у некоторых есть, такого количества разметки ни у кого нет. Вот. И дальше эти Foundation Models уже фронтюнятся на какие-то конкретные задачи. Ну, вот просто, чтобы, если вам любопытно во всем этом поразбираться, то вы увидите, что во всех принципиальных классах задач, то есть и тексты, и графы, и картинки, трансформерная архитектура сейчас чаще всего являются сотой. Соответственно, именно они претендуют на те самые Foundation, какие-то Foundation универсальные модели, которые будут для всех задач использоваться. Вот. На этом у меня все. Я могу ответить буквально на парочку вопросов, если какие-то остались, а потом мне нужно, к сожалению, уходить, но Zoom здесь останется. Вот. Поэтому, если вы хотите подробнее обсудить конкретную статью про трансформер, у вас будет такая возможность. Вопрос маленький. А вот там, значит, GraphAttention, ты сказал, типа, они решают задачу деклассификации графов целиком? Или о чем речь идет? Речь идет о том, что можно с помощью вот этой вот штуковины на самом деле учить матрицу А. Ну и конкретно, что сделано в конкретной работе GraphAttention Network, они делают маскирование, то есть они делают приор на эту матрицу А. Они говорят, давайте мы забудем про веса ребер, но в этой матрице А будем учить веса только в том месте, где у нас в графе были ребра, а в других местах не будем учить. То есть мы сделаем такое априор на, ну, то есть маскирование нашей матрицы смежности. Вот. Понятие на ответ? Немножко, нет, смутил наоборот. Это ты скорее про механизм рассказал, типа, как они допущают. Да, да, да. Зачем они, ну, это можно использовать, ну, по-моему, для классификации графов. Ну, можно работу открыть, посмотреть. По-моему, ну, самое простое для чего, да, это для классификации графов. То есть на вход граф, на выходе число, ну, метка какая-то. Хорошо, вот, я про это прошу. Окей. Спасибо большое, Анвар. Это очень здорово. Ты скажи, когда тебе надо убегать так строго. Ну, пока, если ты еще не убежал, то... Да, если есть вопрос, я еще могу ответить. А можно такой, не знаю, технический, что ли, наверное, вопрос? Но вот интересно, вот, а вот чтобы всю эту машинерию, как бы, руками потрогать, есть какой-то пример обучения с нуля трансформера на каких-то не очень там больших данных? Ну, конечно, есть. Смотри, поскольку 17 тысяч цитирований, то все, что тебе нужно сделать, это в Гугле вбить трансформер Юпитер ноутбук туториал. И ты получишь, ну, типа, там, десяток. Вот вся первая страница Гугла будет завален. Ну, вот уже, ребята, скинули в чате. То есть, ну, у меня просто их нет под рукой. Ну, они, конечно, есть. Ну, их много, их много разных. И, да, вот, их много разных. Можно мне в телеге написать? У меня есть, ну, у меня где-то есть отложенные ссылки с этими юпитерами, ноутбуками. Ну, просто сейчас презентацию я их не вставлю. Ага, а вот про позиционный инкодинг, а можно спросить? Ты сказали, что, типа, сейчас модно его скорее обучать. Какой смысл обучать, если, типа, мы и так заранее знаем последовательность? Почему мы просто не можем сделать, типа, там, как-то нюмерейт и как-то подмешать? Ну, у меня нет хорошего ответа. Здесь скорее вопрос, знаешь, в чем? Ну, вот как конкретно ты будешь обучать? Вот, например, точнее, как конкретно эту штуку инкодить? Вот один из способов, вот у тебя есть векторное представление твоего объекта, да? Вот это какая-то строчка в матрице x, да? Какой-то x-it. Вот как тебе добавить информацию о том, на какой позиции этот x-it находится? Ну, есть, на самом деле, множество разных способов. Ну, например, ты можешь приконкатинировать к нему вот сюда в конец, приконкатинировать вектор какой-то длины, который будет кодировать позицию. Можешь просто приконкатинировать. Так люди делают. Второй способ. Ты можешь прибавить к этому вектору, прибавить вектор такой же длины, который будет кодировать позицию. Вот. Теперь, что это может быть за вектор? Это может быть ванход вектор. В таком случае, в зависимости от того, какое у тебя распределение значений в оригинальном аксе, этот ванход вектор либо будет совершенно никакого сигнала не даст, да? Ну, потому что у него амплитуда будет слишком маленькая. Например, если норма у этого вектора x-it будет значительно больше единицы, а вот это ванход на кожаный вектор позиции, то толку от этого ванход на кожаный позиционного энкодинга никакой не будет, да? Ну, он ничего не поменяет, никакого сигнала не даст. Информация о позиции. И дальше есть третья возможность, когда примерно норма у этих векторов будет одинаковая, и тогда действительно позиционный энкодинг сделает свою работу. Но вместо того, чтобы мучиться с тем, чтобы подбирать подходящий позиционный энкодинг, почему бы нам просто его не учить? Тем более оказывается, что в этом ничего сложного нет, потому что суть этой процедуры заключается в следующем. Ты просто к матрице x добавляешь некоторую матрицу P-E вот сюда. Вот здесь вот делаешь, не вот так делаешь, а делаешь вот так. А x плюс P-E. И вот эта матрица P-E, ты ее учишь. Поскольку здесь все еще все дифференцируемо, здесь все еще все операции дифференцируемы, у тебя PyTorch сам все выучил. И он действительно сам все выучил, и ты работаешь отлично. А раз так, почему бы нет? А что такое E-то? По этой позиции... Позичный энкодинг. А это одна буква, да? Да, это одна матрица. Кстати, я еще не понял, ты говорил, что ванхот энкодинг не сработает, если ты его приплюсуешь. Как не приплюсуешь? Ты должен целую координату заменить на единицу. Я не понимаю, почему это не работает. Если у тебя норма вектора x очень большая, если там очень большие значения... А, ты имеешь в порядке, да? Да. Если там очень большие значения, я сказал, норма, тогда у тебя ванхот энкодинг не сработает. Я не говорю, что он никогда не сработает. Более того, люди использовали такой энкодинг. В оригинальных трансформерах они тоже его использовали. Но правда, в итоге они, по-моему, косинусы... Ну, энкодинг за счет косинусов и синусов использовали. И контролировали просто норму вектора x, нормализации. Но зачем все эти мучения, если можно вот так просто сделать, и все будет нормально. И учить просто вот это P. А вот про саму такую операцию есть объяснение? Почему мы можем... Вот то есть только что говорилось, например, что можно конклинировать справа. Это вот понятно, почему может работать. А вот почему можно взять две матрицы, которые вообще проразные, складывать их и думать, что... И сложить. Да, почему это не калечащая операция? Она калечащая, в этом весь смысл. Она каким-то образом кодирует позицию. Она калечащая, безусловно. Она меняет вектор x, и она меняет вектор x. Ну, в том смысле, что если пришел к нам какой-то гиф на какой-то элемент значения в этом матрице, то мы не знаем, это пришло из x или из этой позиции. Ну, смотри, это хороший вопрос. У меня нет короткого ответа на него. Это к вопросу о том, как кодировать позицию. Вот как кодировать позицию. Ну, на самом деле вопрос того... Ну, например, вот смотри, в классическом ML есть вопрос того, как кодировать, например, время. Вот у тебя часы есть. Как тебе закодировать информацию о том, что 11 часов вечера и час ночи находится на расстоянии 2? Как закодировать эту информацию? Как тебе закодировать информацию о том, что 23.00 находится за 2 часа до часа ночи? Как это закодировать? Ну, как-то это же надо закодировать. Ну, вот можно использовать тригонометрические функции. Можно использовать некоторые волновые там фурье преобразования. Можно каким-то ванкодингом. Это можно делать разными способами. Но это просто не предмет сегодняшнего обсуждения. Конкретно здесь вот это можно делать так. Почему бы нет? Тогда предположение такое, что у тебя просто твоя моделька выучит, что если какая-то компонента твоего вектора вдруг невероятно большая, то, наверное, она отвечает за позицию. А поскольку у нас размерности этих векторов достаточно большие, то мы надеемся, что в них содержится избыточная информация об иксе. И поэтому от того, что мы одну компоненту испортим позиционным энкодингом, ну, ничего страшного не произойдет. А еще один вопрос можно? Да, да. У P-то какая получается размерность? Я вот не понял. У P-то должна быть такая же размерность, как у X-а. Иначе ты сложить не сможешь. Погоди. Раз у нас для разных иксов, получается у нас последовательность P-шка, а не одна P-шка. Конечно, P- это матрица, естественно. P- это матрица, конечно. Я же сказал, P- такая же размерность, как у X-а. Иначе ты сложить не сможешь. И матрицу P мы тоже получаем и обучаем. Матрицу P мы тоже обучаем, да. Но в оригинальном трансформере, они ее, видишь, что делают, они хитрецы большие. Они в оригинальном трансформере обучают всего одну матрицу P. То есть они через все эти N-слоев не проходят. У них всего одна матрица P. Но они на самом деле ее даже не обучают. В оригинальной работе они даже ее не обучают. По-моему, у них в одном из экспериментов они ее обучают. У них получается чуть-чуть хуже результат. Но потом люди пришли к тому, что, в общем, если обучать, то все нормально. Не надо мучиться с синусами-косинусами. Все, в общем. Короче, это меня смущает, что это вроде бы даже не позиции получается. Так это когда мы сами кодируем руками. Мы заранее говорим, что вот мы закладываем порядок, который существует. Ну вот смотри, Саш, если ты потом на эту матрицу выученную посмотришь, особенно это хорошо видно в визуальных трансформерах, если потом на эту матрицу получено кодирующее положение элементов последовательности, будешь глазами смотреть, то ты увидишь, что она выглядит примерно следующим образом. она диагональная. Естественно, я говорю пример. Она примерно соответствует вот такому двумерному кодированию. Для первого вектора, каким бы он ни был, соответствующий ему позиционный вектор будет примерно вот такой, то есть здесь примерно нули, второй примерно вот такой, то есть примерно здесь нули, ну и так далее. Особенно это хорошо видно в визуальных трансформерах. Это вот в результате обучения такая матрица получается? Да, в результате обучения. То есть в результате обучения там учится разумный позиционный кодик. Не спрашивай меня почему, я не знаю ответ на вопрос почему. Короче, как-то странно все. Ну, оно выучивается. Ну, а тебя не удивляет, что модели, модели мы учим оверпараметризованные, в которых количество параметров на пару порядков больше, чем количество наблюдений, на которых мы учим. Это не кажется тебе странно? Я чуть не задумался над этим еще. А то, что солнце там светит, нет? Нормально? Это меня удивляет, да. Ну вот видишь, много удивить в том мире. А общий вопрос можно такой? Ну, то есть сейчас же примерно общее место смотреть на то, что вот если в чем-то есть структура, то вот типа трансформеры их круто выучивают там и в картинках, и в текстах. Да, да. Ну, и то есть получается такая универсальная штука для выучивания чего-то, где есть какие-то структуренные связи. Ну, а это так и есть? Или можно, или все-таки будет потом что-нибудь, что покруче это делает? Или это типа, ну, как-то выглядит? Ну, у меня пока что, если я знал ответ на этот вопрос, наверное, я бы уже написал 10 статей на Nibs, у меня пока нет оне. Ну, смотри, здесь же какая идея трансформеров? Это возвращает нас вот к этой формуле. Я вообще хотел ее написать, знаете, в каком виде? Типа Y... Сейчас, типа XYZ, значит, XY. Я хотел ее в таком виде написать, ее в анонс. Как аллюзия на... Ну, это просто последние четыре буквы английского алфавита. Я хотел в таком виде ее написать. Но это немножко менее понятно, что здесь, что есть что. Поэтому я написал ее все-таки вот в таком виде, AXV. Смотри, это же... Вот это, это просто линейная модель. А вот добавление вот этой штуки... То есть надо догадаться о двух вещах. Первое. Мы можем брать... Если у нас объекты наблюдения как-то связаны между собой, мы можем это довольно простым обобщением сделать. И второе, до чего нужно догадаться, что вот эту матрицу A можно учить. Потому что вот в этом произведении у нас все остается дифференцируемое, никаких, в общем, проблем здесь нет. И что эта матрица A может быть обучаемой, а ее не надо брать в качестве... В качестве нее не нужно брать на матрицу смежности графа или еще чего-то. И в этом некоторая красота. И именно поэтому здесь есть такое обобщение на... Ну, по сути, на все задачи. То есть ты же можешь учить ее и в обычных табличках. Ну, просто это будет довольно больно, потому что там наблюдений много. Но если у тебя матрица A является единичной, то есть у тебя на диагонали единица, а все остальное нули, то есть у тебя вот такой граф, столько с петли, тогда это в точности то же самое, что линейная модель без всякой матрицы A. То есть если ты, например, это попробуешь сделать на обычных табличках, я предполагаю, ну, в каких-то... Или там, в каких-то синтетических данных, где у тебя иксы все независимы, то что у тебя получится? У тебя матрица A будет очень близка к диагонали просто. То есть какая-то близкая к единичной матрице выучится. Знаешь, извини, пожалуйста, я тут осознал, ты нас немножко обманул. Я не намерен, конечно. Все бы было так, но матрица A еще применяется в софтмакс. Ну, я нигде не обманывал, я об этом сказал. Красивая запись, вот эта про xk транспонированное q, x транспонированное, равное A, но только A равно еще вот софтмаксу от этого всего. Ну, еще раз, смотри, я нигде нигде не обманывал, я об этом сказал, что там, ну, где-то я там вот здесь выше говорил, что там что-то. Оно нелинейное таким образом. Вот, видишь, я, вот видишь, я говорил. А, говорил, да. Действительно. Это мне немножко экономит, экономит немножко время на записи. Естественно, нужны нелинейности. Вот, видишь, non-linearities. Технические детали, без которых ничего не заведется. Non-linearities. Да, действительно так правда. Да. А вот то, что матрица А, это какой-то граф, и там вот в простом случае, там в каких-то примерах это был, типа там граф смежности, там кто кому, муж, вот это вот. А когда мы эту А все-таки именно выучиваем и делаем, и выучиваем ее в процессе обучения, то вот эта аналогия, она все еще сохраняется, то есть это просто леса связи в этом графе в каком-то. То есть насколько графовая аналогия сохраняется, если мы ее учим. Ну, ты получаешь квадратную матрицу А. Хочешь интерпретировать ее как матрицу графа, пожалуйста, тебе никто не может запретить. Но если ты откроешь там вот эту работу attention-zool-unit или более ранней работы, или более поздней работы, ты увидишь там примерно следующую интерпретацию. У тебя, ну, поскольку это матрица размера н на n, то у тебя по строкам, по столбцам какие-то слова. Ну, например, по строкам у тебя слова на одном языке, а по столбцам у тебя слова на другом. А, соответственно, в ячейках записано то, насколько тебе для того, чтобы перевести, там, предсказать слово на одном языке, на какие слова на другом языке тебе нужно посмотреть. В таком случае эта матрица вообще говоря даже не обязана быть квадратной. Она может быть и не квадратной. Там, в общем, это небольшая проблема это сделать. Вот, например, вот, собственно, на самом-то деле в работе с трансформером она не является квадратной. Вот. Но, опять-таки, если у нас в качестве X выступает не непосредственный вход модели, а какая-то уже другая сущность, то, наверное, матрица не обязательно быть квадратной. Вот. Но интерпретация, конечно, сохраняется. Ну, то ли, why not? Даже если она не квадратная, интерпретация сохраняется, потому что это будет матрица-смежность двудольного графа. В двудольном графе его матрица-смежность может быть записана прямой. Двудольный граф это такой граф, у которого есть две группы вершин, и у тебя ребра существует только между вершинами разных групп. Как, например, в задаче машинного перевода, где одна группа вершин – это слова на одном языке, другая группа вершин – это слова на другом языке. И для того, чтобы тебе получить перевод слова с того языка, который ты хочешь переводить, тебе нужно посмотреть на три слова, ну, например, I am Anwar, я Anwar. Вот мне, чтобы перевести букву Я, мне нужно вот на эти два слова посмотреть. Соответственно, в матрице attention, которая в данном случае будет размера три на два, вот это я, это там мое имя, I, это м, это аспектное имя, да, вот здесь будут стоять какие-то какие-то значения, а здесь будет стоять ноль, здесь будет стоять значения. Ага, плохо. То есть, она уже не будет квадратной, она уже не будет синетричной, но, насколько я понимаю, опять-таки, я здесь не являюсь большим экспертом, я вообще на УП не занимался, насколько я понимаю, все-таки стараются там люди используют термин токен вместо термина слова, и все-таки стараются примерно сохранять длины последовательности токенов. Вот. Но дальше я уже не готов об этом говорить. Я просто не могу ответить, я не знаю. Ну, когда я говорю примерно, значит, они примерно должны быть одинаковые. А вот на этом слайде написано foundation models. А можно повторить, что именно называется? Потому что, по-моему, в этом то все трансформенное называется, то что-то особенное. Ну, foundation models это просто какие-то большая универсальная мультитаск модель. То, что люди понимают под этим, это мультитаск модель, которая может и в картинке, и в последовательности, и в звуке, и в код тебе писать, и что угодно. Это мультимодальные что ли? Ну, да, мультимодальные и мультитаск. Мультимодальные и мультитаск модели, которые можно файнтюнить на конкретную задачу. То есть, один раз обучить на всем интернете, а потом файнтюнить уже у себя на какую-то конкретную маленькую задачу, и будет здорово. Вот это вот называется то, что сейчас люди называют foundation models. А есть где-то, где не затаскивают трансформеры, но где есть структура? То есть, не знаю. Не знаю. Не знаю. Не, ну, классические визуальные задачи прекрасно решаются сверточными по-прежнему. Меньше проще. Классические визуальные задачи в Soto сейчас разные трансформерные модели, но они все еще отлично решаются действительно сверточными сетями, и даже, как, например, в MLP миксере решаются мультилэйер перцептроном без всяких сверток. На сотоуровне. Но я думаю, что на практике в Prode люди все-таки скорее всего сверточные модели. Где-то может быть, не знаю. Спасибо. Да, пожалуйста. Так, ну, хорошо, ребята, действительно, уже... Нам нужно добивать еще инженерные аспекты и еще смотреть на сам трансформер в оригинале. Значит, человек, который будет докладывать в следующий раз про не то альфа, не то розетта, фолд, это я. Докладывать я буду конкретно про альфа фолд, поэтому у меня есть школьная заинтересованность в том, чтобы кто-то что-то понимал про трансформеры, потому что ключевой блок альфа фолда это его формер, разновидность специальная трансформера информатическая. Ну, окей, смотри, я сейчас на секунду стопну запись. . . .